Привет, друзья! Меня зовут Мария Нила. У меня сегодня огромная распаковка Озона. Вот вы видите, да, сколько много здесь пакетов и коробок. Здесь три заказа вместе. Ну, просто они шли буквально один следом за другим, поэтому думаю, дождусь последним, и потом все вместе вам отсниму. Здесь всего лишь 9 товаров, и общая сумма вот этого всего, ну, всех заказов вместе 11 451. При вас буду распаковывать. Вот единственное, только вот это вот мы уже открывали, потому что здесь для детей магнитный конструктор. Просто у меня Дима знал, что магнитный конструктор идет. Ну и, соответственно, Дима, ну давай откроем, давай откроем. Сегодня 3 ноября, за окном дождь, то есть если будут звуки дождя, это как бы погода у нас такая. Головацкий болит. Сегодня уже с утра пила таблетки от головы. Все, погода испортилась. Весь октябрь у нас было очень классно и очень тепло. Прям было кайфово, можно было иногда даже в кофте ходить. Мы когда работали на даче, вообще вот прям реально в кофтах работали. У меня дети были без шапок, без курток, без всего. И даже вот эти последние выходные тоже еще достаточно теплые были. Ну все, у нас пришли холода, дожди. Здесь у меня книжка. Вот в этой всей упаковке у меня одна книжка. Кадзио и Секура. Остаток дня. Не такая уж она и толстая, как я предполагала. Возрастная категория 16+, 300 страниц. Что касается вот этой серии интеллектуальный бестселлер. Я прям немножечко расстроена. У меня из этой серии только книжные воры. И как бы в принципе, ну мне нравится, как это оформлено. И я хотела прочитать вот этот остаток дня. А хочу собирать все одинаковыми сериями. И значит, вот этот интеллектуальный бестселлер уже и на Валдборисе нету. На Лабиринте тоже нету. По книжным магазинам я вообще не хожу. То есть, только интернет-магазинами пользуюсь. На Лабиринте нету. В общем, на Озоне нашла. Но я хочу еще прочитать, очень сильно хочу прочитать. У Кадзио и Секура. Не отпуская меня, вообще не могу выловить. Наверное, это уже просто серия вся раскуплена. Они заново начинать не будут. 2017 год. Это издательство... Это что? Это издательство... Какое-то издательство Э. Мне просто нравится реально собирать все одной из серии. И получается, возможно, я этого не смогу сделать. Победитель Букеровской премии. Роман, укрепивший позицию Секура, как одного из оригинальных британских писателей. И перенесенный в 1993 году на экраны. Дворецкий Стивенс, без страха и упрека служивший лорду Дарлингтону, рассказывает о том, как у него развивалось чувство долга и умение ставить нужных людей на нужное место, демонстрируя поистине самурайскую замкнутость в рамках своего кодекса служения. Нобелевская премия по литературе 2017 года. Вот я чувствую, что я в 2020 уже нифига не соберу книги, которые я хотела. Но уже как получится. Книжка вот эта стоила у меня 500 рублей. Следующая, наверное, тоже книга. Здесь книг будет не так много. Здесь и вот немножечко детских игрушек. И немного даже того, что связано с моей работой. Первый раз вам буду показывать, чем я... Ну, у меня работа на дому есть. То есть я не сижу в декрете, хоть как бы оно и кажется. Так что раз маленький ребенок, значит мама сидит в декрете. Не получается сидеть в декрете. Надо работать, к сожалению. И здесь у меня тоже только одна книжка. И она в мягком переплете. Что-то я не думала, что она в мягком переплете будет. Она просто стоит. Обычно ее цена 605. Со скидкой 568. Я совсем только недавно узнала, что оказывается у нас есть такой сериал. «Спасатель и сын». По-моему, это французский сериал. Да, вот. Француженка Мари от Мюрай. Вот, автор. Знаковая фигура в мировой подростковой литературе. Автор более 690 книг, переведенных на 22 языка. Российскому читателю она известна по книгам «Ох, Боу», «Умник», «Голландский без проблем» и роману «Мисс Черити». Есть такой сериал «Спасатель и сын». Сейчас, по крайней мере, я уже видела, что вышла пятая книга. Соответственно, наверное, вышел пятый сезон. Значит, «Спасатель и сын» – это начало увлекательной саги. Очень честной, иногда смешной, иногда страшной. О детях, взрослых и их непростых отношениях. Роман построен по принципу сериала. Есть главный герой – детский клинический психолог, его сын 8 лет и их сквозная история. Есть пациенты, и каждый пришел к доктору не просто так. Я реально только узнала, увидела у Анны Чижовой. Она читает эти книги, ну, наверное, она и сериал смотрела. Видела еще такой есть канал, называется Таниола. Маму зовут Таня, у нее сын Матвей. Она тоже эти книги нахваливает, ну, как бы этот сериал. И то есть здесь вот реально, здесь проведено две линии. Вот этого психиатра и пациентов, и те проблемы, которые… Ну, то есть современные проблемы, с которыми сталкиваются, наверное, родители, там, просто взрослые, отношения с детьми. То есть очень много острых проблем, которые реально хочется почитать это все. И сын 8 лет, а у меня Дима, ну, почти 10-9, через 2 месяца будет 10 лет. Вот. И, соответственно, возраст и проблемы мальчишек 10-летних, там, 8-летних, их отношения со сверстниками, и отношения отца с сыном. В общем, я хочу это все почитать, наверное, я буду читать параллельно с Акуниным, потому что кто подписан на мой инстаграм, видит, да, что я Акунина читаю. Но она совершенно одно другому не мешает, то детектив, а это, как бы, ну, современная литература. Издательство «Самокат», ну, вот единственная только мягкая обложка, а получается, ну, цена, конечно, не маленькая. И я сравнивала и «Валдборис», и «Озон», реально одинаковая цена, вот, 568, 570. Правда, пятый сезон стоит за рублей так 700. Но я пока, естественно, начну с первой, потом буду дочитывать, буду покупать дальше. Кто знает уже про этот сериал, может, кто смотрел, может, кто книгу читал, напишите мне. Ну, а кому я первая выдала эту информацию, я думаю, вы не разочаруетесь, если тоже начнете читать, либо смотреть. Так, теперь вот здесь вот как раз-таки два товара, которые связаны с моей работой. Если это та коробочка, сейчас я посмотрю. Да, это то. Ну, сейчас вам покажу одну. Я дома сижу и печатаю на бланках строгой отчетности, бланки бухгалтерские, номера проставляю. Значит, это нужно для одного клиента, который связан, ну, как бы, с работой, с Сережиной работой. И у нас реально в магазинах вот эти нумераторы, ну, то есть это как бы как печать, только на ней ставится не круглая печать, к которой мы привыкли, когда нам проставляют где-нибудь в поликлиниках или еще где-то проставляют нам эту печать, да, в любых, там, моих документах, там, и так далее. А это в виде штампика печати, там шестизначный номер. И вот эта вещь оказалась на Озоне дешевле всего, а они периодически выходят из строя. Так как я печатаю очень большим объемом, они где-нибудь раз в полгода выходят из строя, и они уже ремонту не подлежат, эти нумераторы. И у нас в офисмаге вот один вот этот нумератор стоит в районе 4 тысяч, именно шестизначный. На Озоне он стоит 3 тысячи, а со скидкой сейчас именно СО2 490. Ну, вот мы их взяли две штуки, чтобы у нас был запас, потому что вдруг, если сломается, он должен быть уже в наличии, у нас не будет времени ждать, когда придет из-за зона следующий. Так, теперь, вот здесь вот у меня должна быть простынь. Да, здесь вот у меня должна быть простынь. Я уже такую простынь одну заказывала, и, в принципе, мне качество нравится. Она двухспальная, на резинке. Да, вот я также заказала голубого цвета, но она только немножечко, как бы, уже в дальнейшем потом от стирок она растягивается, то есть она, как бы, ну, вытягивается, но это ничего страшного. Значит, трикотажа, размер вот этой простыни 200 на 200, и тоже она была не очень сильно дорогая. Я заезжала в наши магазины, размер 200 на 200, а высота 20. Дата производства, июль 2020 года. Значит, обычная цена 798, мне она сейчас со скидкой пошла по 629. Значит, вот эту вот мы уже коробку открывали. Заказали мы магнитный конструктор. Опять сравнивала цены, смотрела и лабиринт, и озон, и валдборис. Валдборис был дороже всего. Но на лабиринте вот таких вот больших, что было сразу 30 деталей, реально их не было. И магнитные конструкторы стоят, в принципе, недешево, потому что там внутри каждого, внутри каждой детальки сам магнитик находится. Или, да, да, тут даже 4, либо 3 магнитика внутри. Бывают и цены на 14 деталей, и стоят и по 800 рублей, и по 1100. Много разных фил. Я вот взяла самую известную, вот эту, Макформерс. И я уже, конечно, чувствую, что в идеале надо бы еще один потом докупить. Здесь, конечно, можно построить домик, шарик, там какой-то, ну, куб, квадрат. Здесь можно построить лодочку, вертолетик. Ну, есть, конечно, что разогнаться, какие детальки сделать. Но если было бы не 30 деталей, а побольше, еще было бы лучше. Возрастная категория 3+, в основном это ради развития Кирилла. То есть у Димы конструктор такого не было. Мы только где-то в гостях у кого-то играли. Дима у меня больше говорит от Лего. И в основном, то есть, когда мы выбираем, мы спрашиваем у Димы, что тебе купить, он мне говорит Лего. Получается, Лего у нас очень много, а других видов конструктора у нас как бы и не так-то и много. Ладно, в общем, купили. Сравнила везде цены. И, значит, выбрали мы вот этот конструктор. Обычно его цена 3450. Со скидкой я его взяла за 2725. Сейчас я вот сегодня снимаю видео. Сегодня у нас 3 ноября. Я уже видела, этот конструктор стоит не 2700 на Озоне, а 3200 на Озоне стоит. То есть, надо реально сравнивать и вылавливать. Теперь еще такой момент. Есть очень много фирм, которые вот здесь наполовину обманывают. Они пишут 76 деталей. Но это не значит, что 76 деталей у вас все будут магнитные. Бывает, когда надо какое-нибудь колесо обозрения построить или еще что-нибудь, там бывают просто обычные пластмассовые заглушки, чтобы какую-нибудь глухую стену закрыть и так далее. То есть, надо обязательно читать описание и нужно обязательно читать отзывы. А здесь, то есть, специально пишут 7-6 деталей. Но это не значит, что у вас будут все вот эти 7-6 деталей находиться вот в процессе игры. Возможно, из них половина будет каких-то, ну, нерабочими. Вот. А здесь, да, на самом деле все 30 деталей. В идеале нужно еще один конструктор покупать, чтобы... Потому что бывает такое, что хочет и Кирилл, и Дима одновременно. И... Ну, по крайней мере, сейчас взяли пока только вот этот один. Я уже отдалась им, и они у меня где-то дня три назад его открывали. Немножечко в него играли. Сейчас я просто попросила все это запечатать назад. Поэтому я, наверное, вам маленький кусочек, как они у меня вместе играются, наверное, я в видео вам вставлю. Ну, здесь и инструкция, какие детальки можно собрать, какие фигуры. И как это все последовательно строить. Вот тут сердечко и так далее. Ну, в принципе, фирма хорошая. Он, видно, он качественный, хороший конструктор. Теперь по поводу вот этих капель. Это и капли, и одновременно раствор для многофункциональной очистки, дезинфекции и хранения контактных линз с контейнером для хранения контактных линз. Тоже озон оказался намного дешевле. Я реально вот даже, наверное, весь, не то что 2020, я еще и 2019 год, в наших оптиках вот этот раствор, именно в большом объеме 300 мл, я его покупала за рублей так 500-530 рублей. Это даже до подорожания доллара, да. Вот этого раствора хватает на 3-4 месяца. Но здесь написано, что после 3 месяцев, как бы, по идее, ну, срок годности заканчивается. Но я использую иногда и побольше. То есть в нем и хранятся линзы в контейнере, и можно и дезинфекцию производить, его можно и капать на линзу, когда ты одеваешь линзы на себя. И получается, озон был намного дешевле. Раствор стоил 391 рубль у меня стоил. Ну, то есть как бы 130-140 рублей я сэкономила на вот этом растворе. Теперь, вот это, я думаю, вы и так догадались, что это такое. Заказали мы новую упаковку памперсов. По цене они, конечно, немножечко подорожали. Обычная цена 1647, и я взяла сейчас вот эту упаковку за 1282. Опять заходила в магнит, они у нас стоят по 1499. На сайте Валдборис они стоят 1800 с лишним. Озон опять, получается, был выгоднее всего. Здесь 62 штуки. На месяц нам уже их не хватает. Ну, одна прогулка на улице с ними и ночной сон. Ну, по крайней мере, взяла я еще одну упаковку. Она нам нужна, пока мы без них обойтись не можем. И последняя заказала вот такую вот себе. Такой вот у меня помощник сейчас будет на холодильнике висеть. Здесь реально каждая покупка была сравнена, каждый товар, либо с Лабиринтом, либо с Валдборисом. И, ну, как-то так получилось, что Озон везде выигрывал. Смотрите, я какой большой заказала себе планер. Я даже, если честно, не знала, что он такого большого размера будет. Получается, это формат А3. Вот такая вот штука у меня будет теперь висеть на холодильнике. И называется, по-моему, это просто планер, то ли время для кофе, как-то так вот называется. В общем, здесь еще идет вот такой вот карандаш и стерка. И, соответственно, вы можете писать месяц и расписывать свои дела в течение, ну, весь месяц. Потому что бывает, ну, как бы я что-то тоже забываю, когда пишу на каких-то листиках к себе, а потом думаю, где у меня этот листочек. Понятно, что я сюда все дела никак не умещу, но самые основные, там, не знаю, когда у Кирилла какая-нибудь медкомиссия, или когда мне, там, не знаю, у Димы соревнования, ну, вот что-то такое самое важное. Вот, я буду сюда записывать. И на Озоне, и на Лабиринте был этот планер. На Озоне обычная цена 457 со скидкой 376, а на Лабиринте он был что-то там 390 или что-то такое. В общем, получается, за 376 рублей я взяла себе вот такую вот большую штуку на холодильник. У меня холодильник тоже белый, и эта штука будет тоже белая. Видео, наверное, получится большое. Если получилось его досмотреть до конца, спасибо вам большое. Задавайте свои вопросы, пишите свои комментарии, что, может быть, из этого понравилось, что возьмете себе на вооружение. Вот, спасибо за ваши комментарии. Всем пока! Ты ему сделай домик. Ну, сделай ему еще один домик. Кирюш, смотри. Кирюш, домик. Кирюш, видишь, какой домик? Гараж. А, гараж, слушай, правда. Скажи, сделайте мне побольше гараж. А, еще и дверью хочет закрыть. Мне, Кирюша, такой не подло.